Активистка движения «Оставим народу жилье» Айгули Усиинова не только борет за права людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Она еще и боксер. Так говорят двое мужчин, которые пострадали физически от рук женщины. Курумбаев Абзал и частный судебный исполнитель Кайрат Шамшиев, они обвиняли в телесных повреждениях троих наших активистов. Сегодня я узнаю, что и меня, я вот только сейчас узнала, что и меня тоже за одним числом обвинили, что я кому-то повредила, телесные повреждения сделала. А ведь я же была в это время в Каскоме на Альфарабе Мира. По словам Айгули, в июне сотрудники Каскомерцбанка и частный судебный исполнитель взломали дверь в ее квартиру и начали выносить вещи, чтобы выселить женщину из жилья. Она брала кредит в банк для развития бизнеса и поставила в залог квартиру сестры. Платить по займу Айгуль не смогла из-за кризиса. В тот момент, когда мужчины выносили вещи, на помощь подоспели коллеги Айгуль по несчастью. Они потребовали отсюда исполнителей подтвердить законность их действий. Те в ответ, по словам женщин, применили к ним физическую силу. Побои зафиксировал судмедэксперт. Однако спустя несколько дней мужчины написали заявление в полицию и сообщили, что члены общественного движения нанесли им телесные повреждения. Сегодня Межрайонный административный суд города Алматы должен был начать разбирательство по этому делу. Пострадавшие явно не ожидали присутствия телекамер. Общаться с журналистами не стали. Ну, вашу точку зрения? Я сказал, нет. А фамилиями можно вашей? Нет. Что-то секретное? Все, все будет. После многочасового ожидания правосудия, судья Арман Тургунбаев отложил рассмотрение дела из-за недостаточного количества материалов. Как бы отложили. Ой, бай! Не пишите, Дима. Отложили на сколько? Наш мир, все скрипали. Все должны быть выяснены, все обстоятельства дела. Что, до этого времени не выяснилось? А, у вас это? Ей выяснилось. И что, все, от сюда ходит, что ли? От сюда. Это все будет. Били суда исполнителя, сотрудника банка, эти женщины или нет, установит суд. А пока не готовится к новой схватке за свое жилье. Продолжение следует...